Приветствую вас. Ну, вообще говоря, не очень ясна хронология. Вы говорите. Пару лет назад я прогуливался недалеко от дома. Один парень начал ходить за мной. Он время не улыбался и пытался заговорить со мной. Когда он ко мне клеился, сердце бежено стучало и подкашивались ноги. Мне понравилась вся эта ситуация, я всё время думаю об этом. Подскажите, пожалуйста, что делать и как быть дальше. Попросите. А вы хотите сказать, что в течение двух лет об этом думали, об этой ситуации? Вы это хотите сказать или как? Просто я что-то не очень понял хорошо этот момент. То есть, вы хотите сказать, что вы в течение двух лет думали обо всей этой ситуации, которая вот, собственно, была у вас. И за эти два, по сути, за эти два года, вы не сделали ничего, чтобы человек, который к вам вот склеился, как вы говорите, чтобы этот человек, он как-то вот, ну, сблизился с вами, я правильно понимаю? Непонятно, этот человек два года за вами ходил по пятам? Или он там, грубо говоря, ну, грубо говоря, перестал это делать спустя какое-то время? То есть, я вот как-то, если честно, не очень понял эту ситуацию. Вот. А, значит, что делать? Да? Что делать? Что делать? Что делать? Можно найти товарища. Вот. Можно найти человека. И постараться с ним сблизиться. сблизиться. Вот. Ну, ну, можно так сделать. Понимаете? Можно постараться донести до человека, а почему? А почему? Допустим, вы, почему вы, ну, к примеру, не отвечали ему, не отвечали ему, когда он хотел с вами взаимодействовать как-то, например. клавиша то есть вот мне кажется, мне кажется, что это очень важная история, мне кажется, это очень важный момент, И мне кажется, что понять для себя это вам необходимо. Понравился ли вам сам человек или понравилась вся эта ситуация в целом, это первое, на что нужно обратить внимание. Вот. И, соответственно, нужно, исходя из этого, думать, как быть дальше. То есть, грубо говоря, как быть дальше, вам предстоит ответить на вопрос, как быть дальше, чтобы что. Вот на этот вопрос вам предстоит ответить, чтобы что, чтобы как. Понимаете, там, о чём идёт речь. Вот, вот, в принципе, никакого секрета здесь, здесь, в общем, нет. И ещё хотелось бы узнать, чём вам понравилось эта история. Так. Чём она вам понравилась? почему она вам так сильно понравилась, я бы сказал. Опять же, опять же, не совсем, не совсем ясно вам понравился сам человек и его активность. Или вам понравилось это чувство, когда он, ну, к вам, вот, как вы говорите, клеш. Это тоже достаточно важная история, потому что от этого зависит то, как будет дальше, собственно говоря, складываться, ваши взаимоотношения с мужчинами, с мужчинами, вообще, вообще, вот. Понимаете, да, о чём идёт речь, что я хочу сказать. Вот так. Вот так. Так же, Эля, хотелось бы понять, о чём вы думаете конкретно. То есть, вот, о чём конкретно вы думаете. Думаете ли вы о человеке, например, или вы думаете об этой ситуации в целом. То есть, вот, мне кажется, что это вот нужно определить. что же. Вот. Ну, в целом, я думаю, что есть все шансы, правда, если, конечно, вы действительно два года не переживали, вот, на эту тему. Есть все, в принципе, шансы у вас для того, чтобы с мужчиной, который вам вот нравится, да, который по душе, есть тоже все шансы для того, чтобы вы могли с ним быть в отношениях. Но для этого, конечно, понадобится какая-то активность, потому что, вполне вероятно, что человек уже, ну, человек сам не готов. Вот. Вот. С такая вот история. С такой вот момент. Это то, что я могу вам сказать на текущий момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится, вы все-таки сделаете то, что вам хочется. Всего доброго.